Привет, народ! В сегодняшнем видео я нахожусь на Керченском полуострове, на берегу Черного моря. За спиной у меня город Герой Керчь, там строящийся Керченский мост, но видео будет совсем не про это. В одном из предыдущих видео я делал обзор посылки одного из моих подписчиков и обещал, что в одну из своих командировок я возьму какой-нибудь из пайков и буду испытывать его там, сравнивать, смотреть, разбирать на запчасти, что говорится. Так вот, в сегодняшнем видео я взял с собой американский сухпайок, так называемую мрежку, меню 22. Его-то и будем разбирать, смотреть и пробовать. Итак, друзья, ну что ж, отобедаем, как говорится, по-американски. Ну а если быть более точным, то придется нам отобедать по-азиатски, потому что у нас здесь говядина, ну как бы так, с полосочками по-азиатски. Так что давайте смотреть, что здесь изначально есть, а потом уже будем смотреть, как это можно кушать. Итак, вскрываем завтрак, обед или ужин. У нас он будет на данный момент обедом. Ну что, могу отметить то, что пластик у данного пайка довольно-таки плотный. Он, конечно, упакован не герметично, вернее, не вакуумно, но герметично. Вот, аккуратненько открываем. Пакетиком можно еще воспользоваться, ну я не знаю, хотя бы для переноски воды. То есть довольно удобная емкость получается. Смотрим, что нам предстоит. Пусто. Так, это пакетик со всякими специями. Ну, посмотрим попозже. Так, где тут? Ага. Вот это вот разогреватель химический. Вот, кому как там видно. Есть разогреватель еще с, по-моему, с соленой, ну, использует соленую воду, поэтому отдельно должна быть соленая таблетка. Вот, но этот использует обычную воду. Общий вес этого пайка составляет 730 грамм. Я перед тем, как выезжать, его, в принципе, взвесил. Так, это что-то типа капучино там или что-то еще такое. Вот. С английским, прошу прощения, у меня не ахти, поэтому пока показываю, а на видео вы, в принципе, сможете все увидеть. Я постараюсь перевести и подписать. Так, какой-то напиток, который можно разводить. Это у нас бутербродное, типа, масло какое-то там у них, то ли арахисовое, то ли что-то в этом роде. Какая-то картоночка с описаниями. Еще одна большая, серьезная картонка. Ладно, разберемся. Так, вот это, наверное, роллы, роллс какой-то. Тофи роллс. Итак, вот это вот два основных блюда. То есть это говядина полосочками и гарнир к ней. Кстати, что хочу обратить внимание, это то, что видео, которое я просматривал ранее на всяких там сайтах, было упаковано в такие картонные коробки с хорошего ядреного картона. То есть мне они, например, казались именно ненужным материалом, который просто увеличивает объем и увеличивает массу. Ну и вот, как мы видим, вняли таким просьбам, не знаю, гласным или негласным, но уменьшилось объем и масса. Так, это что-то такое. Не знаю, мне неведомо, если честно. Посмотрим, сейчас откроем. Пакетик для воды. 6,8,12. То есть даже как бы объем можно замерять. Такая вполне себе нормальная ложка. Не уменьшенный вариант, как есть в некоторых пайках, а вполне себе стандартная. По килокалориям данный пайок приблизительно от 1150 до 1300, то есть в зависимости от меню. Каждое меню там немножко больше-меньше, то есть смотря что в него включено. Ну, как и для одноразового пайка это вполне себе неплохо. То есть съедая 3 таких пайка за сутки, мы набираем порядка там 4,5-5 тысяч килокалорий. О, кстати, не вижу моей любимой специи. Это вот бутылочка такая с типа там чили перцем каким-то. Ну, очень острая приправа. Вот не вижу. Ага, это что? Это салфетка. Сахар. Вот, соль. И даже вот две такие жвачечки типа Орбита. Ну, и еще обычные сухие салфетки. Ну, давайте все по порядку. Для начала мы возьмем вот наш разогреватель. Наливаем по линию воду. Набираем туда немножко воды. Вкладываем первые наши два пакета вот с едой. И вкладываем... Ага, вот эти вот картоночки, скорее всего, это и были для разогревателя. Вот она. Да, да, да. Вот видите, не зря инструкции рисуют. Итак. Вскрываем пакет. Здесь есть вот такой вот сухой элемент, в который засыпан смесь из разных металлов. Это такие, как железо, магний, натрий. То есть они в сухом состоянии, вполне себе тихо, мирно лежат. Как только попадает вода, начинают греться. Так. Добавим немножко водички. Вот. По линию, как здесь написано. О, начало шипеть там даже что-то. Смачиваем. О, быстро разогревается, однако. Ну, и с двух сторон, вот, даже пар пошел, смотрите. Видно, надеюсь. Хотя сейчас лето, и на улице там, не знаю, больше 30, это уж точно. Да, довольно-таки горяченькая упаковочка. Ну, завернули. Укладываем в картоночку. Ложим здесь в стороночке, пусть разогревается. Как-то вот так там нарисовано. Ну, пусть стоит. Ну, а пока мы посмотрим, что же у нас там все-таки за хлеб. Да. Такая себе лепешечка. И вот селькогель или что-то в этом роде для того, чтобы удалить лишнюю влагу. Ну, лепешечка как лепешечка. Вот с ней-то мы и скушаем. Так. Ну, все-таки интересно, что же вот это такое. Какие-то вот такие конфетки. Они своей упаковки, в принципе, но не герметичные. Поэтому вот уложены были... Так, посмотрим. По 14 грамм. Что тут еще пишут? Состав немножко, надеюсь, видно. Да, это шоколадные конфетки типа ирисок. Вот она. Ну, ладно, это будет на десерт потом. Тут лежит. Кстати, разогревать надо приблизительно там 7-8-10 до 15 минут. Ну, в зависимости от температуры окружающей среды. Так, это отрезаем вот так чуть-чуть на уголок, чтобы можно было выдавливать. Ну, вот такое вот масло. Да, с аракисом. Будем намазывать. Ну, джем. Не знаю, куда его останется намазывать потом. Ну, и пока греется наше основное блюдо. Давайте вкроем напиток. Добавим воды. Тут такой замочек, кстати, вот. Чтобы можно было взбалтывать его. Так, что тут? Девяносто грамм. Сколько ж тут воды добавлять? Ага, вот. Есть линия. Так, это что у нас? Ну, что-то типа капучино. Или что-то, какой-то шоколадный напиток. Добавляем. Добавляем. Закрываем. И разбалтываем. Пусть растворяется. Да, довольно неплохо держит замок. В принципе, ничего не протекает. Не помню, говорил я или нет, но срок годности таких пайков там до 5-6 лет. В зависимости от температуры, в которой они будут находиться. Там на коробках, в которых содержится пайки, в которых транспортируется, там по 20, по-моему, 4 меню, их сразу в одной коробке. То там такой есть стикер. Ну, я покажу его, в принципе, вставочкой. Называется «Умная наклейка». Чем центр там отличается больше от окружности, тем его еще дольше можно хранить. То есть, когда он начинает быть таким же самым, как и сама окружность, то это уже приходит в негодность. Вот, тогда его продают нам. Итак, довольно-таки горячая упаковочка, особенно дно. Сверху не так. Сейчас еще попробуем. А, ну, в принципе, и сверху, и снизу одинаково. То есть, это все зависит от воды. Так, немножко пролилось. Я думаю, это не смертельно. Только на упаковку попало. Так, я думаю, хватит. Лето, жара. Блин, горячее. Смотрите, пар идет. Ого. Вот это раскочегарилось. Что-что. А вот такая вещь, как разогреватель, мне очень понравилась. То есть, если бы в наших пайках советских были такие разогреватели, цены бы не было. Итак, по очереди выкладываем блюдо. Есть такая разрывалочка. Что-то напоминающее рис. Значит, я ошибся. Гарнир, это вот в этой меньшей упаковке. Да, вот. Рис. Там с овощами. Вон попадается горошек зеленый, морковочка. Так. Разогрелось неплохо. Смотрим дальше. Вот это, я так понимаю, уже будет по-азиатски говядина. Такая же разрывалочка. Начинаем. А, тоже хорошо разогрелось, горячее. Упаковка довольно-таки плотная. Молодцы, что убрали вот эту картонку. А разогреватель здесь парит, как, не знаю, как паровоз. Ого. Написано было, что до 50 градусов, там до 60 разогревается. Но боюсь, что намного больше. Итак. Вот, как бы, основное блюдо с мясом. Ну, довольно немаленькая порция получается. Вот, не помню, написано здесь или нет, сколько. Нет, не написано во сколько. Грамм здесь это все выливается. Не написано. Ну, ладно. Давайте будем пробовать. Немного остренькое, так слегка. То есть, я думал, что если по-азиатски, тогда это будет такое огненно дышащее. Нет. Мясо, ну, в принципе, кусочками. Вот кусочки вот такие попадаются. Какие-то что-то типа кабачков похожие. Это вот перец рубленый. Ну, на вкус неплохо. Немножко, конечно, пластилинового, но неплохо. Рис по вкусу, по соли тоже неплохо. Слегка остренько. Ну, скажем так, есть можно. Так, теперь лепешка и, естественно, к ней масло арахисовое. Так. Ну, для начала я, наверное, попробую кусочек просто лепешки, чтобы не перебивать маслом. Мягкая, кстати говоря. Вот что-что, а лепешка мягкая. Немножко такой вот вкус отрубей слышен. То есть, я бы не сказал, что она сладкая, соленая. Она более-менее нейтральная. Вот. Кстати, раньше в пайках где-то встречалось такие большие, ну, по размеру вот. С этой пачки, как галеты, вот, тоже было неплохо. Две галеты там было, одну можно было скушать с основным блюдом, а одну вот там с джемом. Кстати, вот напиток еще наш. Так, масло. Ну, не знаю. Мне лично не особо нравится такое масло. Такая пастообразная консистенция, типа сгущенки вареные, но на вкус, ну, на вкус конкретно арахис. Потому что он встречается здесь как кусочками такими мелкими, так и просто вот пастообразный. Ну, на любителя, скажем так. Ну, основное блюдо, ну, можно кушать. Не то, чтобы рекомендую, но кушать можно. Итак, основное блюдо я победил. Ну, скажем так, ну, мне понравилось. Честно, довольно неплохое мясо. Гарнир неплохой. Переходим к напиткам. Странно тогда, если такой пакет, то, наверное, надо было какую-то трубочку еще положить в комплект, чтобы как из стаканчика пить. Вот, оставил кусочек булки. Будем пробовать джем. Открываем уголок. Клубничный джем. Довольно-таки плотненький. Сейчас попробуем на вкус. Сладкие попадаются косточки вот эти клубничные. Так что, в принципе, клубника довольно неплохая. Ну, попробуем напиток. Не знаю, буду пробовать так. Ничего другого придумать не могу. К примеру, у бойца нету. Не котелка. Кстати, если нету котелка, пришлось бы кушать из этих пакетов. То есть, я думаю, вот этот момент был бы неудобен. В консервах в российском, например, или даже украинском пайке, которые у меня были на обзоре, там можно кушать из самой консервной банки. То есть, это удобно. Из пакетов я не думаю, что было бы удобно кушать. Вот этот минус, наверное, есть. Ну, да, шоколадный напиток, типа какао, что-то вот, ну, только вот быстро растворимое. На холодную даже, скажем так. То есть, растворилось все вкусно, сладко. Все-таки надо с булочкой и с джебом. Итак, прогуливаясь уже после обеда по берегу моря, пожевывая американскую риску, ну, или что-то в этом роде. Кстати, на вкус очень напоминает риску, только шоколадная. Но могу сказать следующее, что паек, в принципе, неплохой. Но 1800-1500 рублей за один только завтрак или обед, это очень дорого. Я считаю, что это неимоверно дорогой паек, хотя и, в принципе, в нем неплохо все подобрано. Есть разнообразные меню, как бы, есть такие функции, как разогреватель, который довольно неплохо справился со своей задачей. Все напитки и блюда готовы к употреблению. Их не надо там кипятить дополнительно, там варить или еще что-нибудь в этом роде. Но, опять-таки, есть еще один минус. Это неудобная тара, из которой неудобно есть, если нету котелка или какой-то тарелки. А так, в принципе, довольно неплохой паек. За исключением тех минусов, которые я назвал. Упаковка тоже довольно неплохая и плотная. Ну, как бы так, то на то и выходит, но довольно дорого. Я бы не стал брать себе такие пайки, хотя бы по одной причине. Очень дорого, реально. Будем смотреть еще следующие пайки. Там, в принципе, у нас еще есть 2-3 пайка, которые должны пройти тестирование. Так что, подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте лайки, дизлайки. Комментируйте. В комментариях мы узнаем то, к чему нам надо стремиться. Пока-пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok